У железнодорожного вокзала волонтеры зовут людей пройти флюорографию бесплатно и анонимно. Ходить далеко не нужно. Передвижной аппарат стоит прямо у входа. Доступную диагностику уже 5 лет проводят при поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Два таких передвижных флюорографа всю неделю будут работать на улицах Киева. К слову, этот аппарат может выявить не только патологии в легких, но даже в сердце и в позвоночнике. У автобуса быстро выстраивается очередь. Правда, люди из так называемой социальной группы риска как раз на обследование не спешат. То есть вы не боитесь болеть? Нет, я не боюсь, потому что я не больной. Откуда вы знаете, что вы не больны? Знаю. Откуда вы знаете? Надежда на авось. Главная причина того, что Украина до сих пор не может победить эпидемию, утверждают специалисты. 68 тысяч – это те, которые хворят на активной форме туберкульоза. А 30 тысяч из них, то есть половина – это те, которые выявлены впервые. Диагностика обычно занимает от двух до пяти недель. Потребление в швидких методах диагностики становится около 25 тысяч человек. И пока они ждут свой диагноз на протяжении двух месяцев, они инфикуют еще двое людей. То есть мы можем сказать, что, обеспечивши швидкие методы диагностики, мы врятуем от инфекции еще 50 тысяч людей. В рамках программы «Остановим туберкулез» в Тезиатре уже получили новое оборудование. На нем диагноз можно уточнить за два дня. Наталья Ковачевич, Виталий Савенко. События.